Последних полгода тема аэродропов набирает все больше и больше широкой огласки, так как все больше криптовалютных проектов выплачивают щедрые вознаграждения пользователям за то, что те всего лишь использовали их приложения на ранних стадиях. И сумма вознаграждений за своевременную, но важную работу может составлять от нескольких тысяч долларов до нескольких десятков тысяч долларов. И сегодня мы для вас сделали самое полное пошаговое руководство по прохождению активностей в самых топовых криптовалютных проектах, которые с большей вероятностью будут вознаграждать. Причем мы выкинули все лишнее, те активности, которые вероятнее всего будут лишней работой, а к награде не приведут. Данное руководство будет одинаково полезно как новичкам, которые в этом ничего не понимают, так и продвинутым дропхантерам, которые уже, казалось бы, сделали все возможное, но вероятнее всего что-то важное упустили. Лично я, когда создавал данное руководство, оказалось, что также упустил некоторые важные моменты. И даже если вы все знаете и сделали верно, сами понимаете, что все эти активности время от времени нужно повторять, а здесь удобно в одном руководстве, в одной табличке записаны все самые важные ссылочки по каждому топовому проекту. Первым делом вам нужно установить MetaMask, добавить в него разные сети и пополнить криптокошелек. Лучше всего это сделать с Binance. Если вы не умеете пользоваться Binance, посмотрите где-то руководство, данное видео не об этом. Я устанавливаю MetaMask, перехожу на сайт, нажимаю Download или же сразу сюда, чтобы добавить расширение в браузер. Нажимаю Установить. После этого кликаю сюда, закрепляю MetaMask на приборной панели, нажимаю Начало работы, Нет, Спасибо, Создать кошелек, придумываю свой пароль, с помощью которого мы в браузере будем каждый раз открывать кошелек. Нажимаю Далее, кликаю сюда и копирую и сохраняю свою секретную фразу, с помощью которой и только нее я смогу восстановить доступ к своему криптокошельку, если удалю его. Просит меня восстановить данную фразу, чтобы убедиться записал ли я ее. Следующим шагом мы переходим по данной ссылочке, нажимаю напротив Binance, Отто, MetaMask, подтверждаю в MetaMask и точно так же делаю с остальными Полигон, Арбитрум, Аваланч, Оптимизм, Фантом. После добавления сетей кликаю на MetaMask, выбираю здесь основную сеть эфириума и вижу, что добавились все остальные, которыми я буду пользоваться. Мне необходимо пополнить кошелек эфириума, остальные сети я должен пополнить хотя бы на небольшую сумму для комиссий. Какие обычно есть активности в криптовалютных проектах, которыми мы должны обязательно воспользоваться, чтобы претендовать на Airdrop? Первое это мост, при помощи которого мы будем переводить нашу криптовалюту с одной сети в другую. Чаще всего есть официальный мост и неофициальный, нужно использовать оба. Второе это DEX, это обменник, с помощью которого мы будем гонять транзакции уже внутри нужной нам сети. Третье это NFT площадка, где мы должны загрузить какую-то картинку и таким образом создать свою NFT. И четвертое создать доминг, но далеко не в каждом проекте есть такая возможность. Также существуют так называемые сайты квестов, где мы по сути должны прогонять все такие же транзакции, создать NFT и прочее. Перед вами список самых топовых криптопроектов, которые вероятнее всего раздадут больше всего за проделывание активностей. Первый у нас ZK Sync, в него заинвестировали уже 458 миллионов долларов. Самые топовые фонды такие как Consensus, это создатель Metamask, Anderson Horowitz, Blockchain, Capital и Aave. Что мы будем делать? Сейчас есть основная сеть ZK Sync, первая версия, во втором квартале должна появиться вторая версия. Поэтому нужно проделать активности, если вы это будете делать сейчас во всех данных ссылочках. И также их обязательно повторить тогда, когда выйдет вторая версия ZK Sync 2.0. И перехожу по первой ссылочке на сайт ZK Sync, здесь я кликаю сюда, потом сюда и таким образом приконнекчиваю свой Metamask. Далее я должен перевести свой Ethereum, как я уже говорил, с основной сети в сеть, в данном случае ZK Sync. Это официальный мост, а это неофициальный. Остальные мы пока не будем рассматривать, их рассмотрим позже в других проектах. Кликаю ZK Sync и перевожу сюда необходимую сумму. Кликаю сюда, допустим мне будет достаточно 0.1 эфира. Подтверждаю. Проблема официальных мостов заключается в том, что транзакции через них идут чаще всего дольше, а комиссия больше. Но со временем это будет решено. Теперь покажу второй вариант, как мне завести через неофициальный мост. В данном случае я буду использовать ZIGZAG, он же в то же время DEX, к которому мы также сейчас придем. Но DEX находится на другой страничке Trade. Сейчас мы в разделе мост. Здесь я также могу завести свой эфириум, но так как я основную часть уже завел, я покажу просто как это делается в теории. И каждый раз, когда я делаю транзакции, я обращаю внимание на это поле. Потому что здесь указывается комиссия, которую я должен был заплатить. Мост обычно берет больше всего данный сайт ZIGZAG. Он является и мостом и DEX. Я перехожу в страничку Trade и не боюсь того, что здесь могут быть дорогие транзакции, так как внутри сети они уже обычно очень дешевые. Вижу здесь на балансе 0.1 эфириум. Я теперь должен попереводить, покупать какие-то криптовалюты в одну в другую сторону и нагонять суммарно объем транзакций, пускай на 1000 долларов. Чтобы с большей вероятностью претендовать на хороший Airdrop. Перехожу на страничку Sell, так как в первом поле у меня эфириум, который я буду сейчас продавать. А во втором USDC. В этой связке я и буду гонять транзакции туда-обратно. Выбираю не максимальное количество, а чуть меньше, так как комиссия будет использоваться с самого эфириума. То есть если мы переведем все, не сможем потом обратно. И после этого нажимаю Sell Ethereum. Здесь вижу какая у меня комиссия 0.23 доллара. Подтверждаю транзакцию в MetaMask. Вижу внизу сумму. Я должен переключиться на Buy. И теперь я обратно выкупаю эфириум. Могу на полную сумму, так как USDC это не эфириум. Комиссия берется в эфириуме. И так туда-обратно с одной вкладки в другую я переключаюсь и проделываю транзакции. Так, чтобы суммарно набралось хотя бы 1000 долларов объемов. Во вкладке История я могу посмотреть, какую сумму я прогонял и суммировать ее. В TheCasing пока нет других активностей, связанных с NFT-шками или например доминами. Вероятнее они появляются во второй версии. Поэтому я могу смело выводить свои средства обратно. Для этого я переключаюсь на данную страницу. Нажимаю трансфер. Здесь выбираю трансфер to Ethereum. Выбираю полностью всю сумму. Подписываю транзакцию. После чего вывожу. Вижу какая большая комиссия. Но ничего с этим не поделаешь. В остальных мостах они будут обычно значительно меньше. Но нам нужно все равно воспользоваться ЗК-синком. Поэтому мы несем такие траты. Важно сказать, что перед выходом официальной сети всегда ее предшествует тестовая. В которой проводятся транзакции на несуществующие деньги. Но тем не менее за использование тестовой также бывают хорошие аирдропы. Недавно Аптос провел аирдроп по 1500-2000 долларов. Только лишь за создание NFT в тестовой сети. Поэтому я покажу как пользоваться тестовой сетью ЗК-синк. Для этого я перехожу по ссылочке. Здесь я должен запросить тестовые токены. Для этого я нажимаю Go to Faucet. Нажимаю сюда. И у меня должен быть твиттер. На котором я размещу данный твит. И автоматически за это мне прилетят сюда на кошелек токены. Сейчас как видите у меня ничего нет. И буквально через несколько секунд появляются тестовые токены. Теперь я должен попользоваться мостом. Попользоваться обменником. Все прям здесь не выходя с этой страницы. Во вкладке Bridge нажимаю сюда. Перевожу неважно какую сумму. Депозит. И я таким образом депозитю с Эфириум тестовой сети в ЗК-синк тестовую сеть. Также я могу попереводить не только Эфириум. Мне дало разных других токенов. С тестовой одной сети в другую. Допустим у меня тут есть 80 DAI. Перевожу. Пускай определенную неважно какую сумму. То же самое. И я могу проделать это допустим еще с одной криптовалютой. Не обязательно это делать со всеми. После этого перехожу в раздел Wallet. Нажимаю трансфер. И я попробую перевести свою криптовалюту на какой-то другой кошелек. Для этого я создаю этот самый другой кошелек. Прям в метамаске. Чтобы долго не искать. Сюда нажимаю создать новый аккаунт. Создать. Он открывается сразу передо мной. В нем копирую адрес. Возвращаюсь в свой основной аккаунт. То есть первый. Теперь вставляю сюда адрес кошелька. Выбираю какую-то сумму. Допустим такую. Нажимаю трансфер. То есть и отправляю эти эфириумы на другой кошелек. И то же самое проделываем. Пускай еще с двумя с этого списка криптовалютами. Выбираем любую. Указываем все тот же кошелек. Определенную сумму. И нажимаем трансфер. Подписываем. И я еще оставил ссылочку на экосистемные проекты. То есть здесь сразу все проекты ZK-Sync в одном списке. Мы их можем отсортировать по разным направлениям. Допустим DeFi, NFT и прочее. Большинство из них еще в тестовом режиме. Но на самом деле нам не нужно пользоваться большим количеством этих проектов. Нам достаточно показать проекту, что мы попользовались, погоняли транзакции внутри их сети. То есть для этого будет достаточно одного популярного DEX. Что мы перевели в их сеть токены. Для этого будет достаточно одного-двух мостов. И в принципе все. И многие проекты также добавляют определенные конкретные задачи, которые мы должны выполнить на так называемые сайты квестов. В данном случае это Crew3. Мы переходим по ссылочке. И у нас открывается официальная страница ZK-Sync, где они добавили разного рода задания, которые мы должны выполнять. У нас здесь будет расти рейтинг. И вполне возможно он будет влиять на наш airdrop. Но для того, чтобы участвовать в квестах, помимо кошелька, у нас также должен быть свой дискорд. И мы должны подписаться через дискорд на проект. Ссылочку на дискорд я оставляю всегда возле названия проекта. Квесты, которые есть на Crew3, на самом деле достаточно простые. Имеют несколько направлений. Первое. Вам нужно подписаться на социальные сети проекта. То есть я кликаю сюда. Теперь подписываюсь на Twitter. Возвращаюсь. И нажимаю Climb Rewards. За что получаю вот эту небольшую сумму XP. Второй квест. Это ознакомление с мошенниками, которых сейчас очень много. Нам дают какую-то определенную информацию, с которой мы должны ознакомиться, как не попасться мошенникам. После этого мы нажимаем Climb Rewards. Здесь, собственно, ничего даже не нужно выполнять. В некоторых квестах бывают вот такие вопросы, где мы должны ответить правильно. Чтобы ответить правильно, часто дается ссылочка. И где мы можем ознакомиться с информацией более детально. Если мы даже ответим неправильно, буквально там полчаса. И мы сможем голосовать заново. Также часто бывает еще ряд активностей, связанных с социальными сетями. В первую очередь с Twitter. Допустим, нас просят просто поставить лайк. Мы переходим на страничку. Нажимаем лайк под постом. Или же в других заданиях нас может попросить сделать ретвит. И в последнем сегменте нас опять же просят сделать определенные активности, связанные с Twitter. Что совсем не сложно. На этом мы закончили ЗК-синг. Активности в основной сети нужно повторять. Но так как у нас перестоит выход второй версии, мы можем сейчас сделать в первой. А позже, когда выйдет во второй.